Новое видео каждый день в 8 и 11 утра. Друзья, добро пожаловать. Сегодня мы с Дашей попробуем Космопит. Называется это еда для космонавтов. В общем, вот такая вот спецификация. Привет, Земля! Привет, Земля! Что у нас есть? У нас есть куча разных вкусов. Вкусов-вкусов. Мясное пюрешко есть. Я не знаю, космонавты едят мясное пюре или нет. Но от борща... Они тоже хотят мясо. От борща, я думаю, никто не откажется. Потому что борщ в тюбике это просто классно. Сейчас попробуем. Сейчас это будем попробовать. У меня есть свинина с овощами, у меня есть суп гороховый. И у нас вот почему-то в другой немножечко упаковке каша рисовая с курагой. Может, ты кратенько расскажешь, почему ты решил попробовать именно Космопит? Дело в том, что я помню, мы как-то просто по городу ехали, увидели, была реклама. То есть, типа, попробуйте Космопит. На столбе, ребята, представляете? Просто на столбе, типа, космическое питание. Почему бы и нет? Тем более мы пробуем разные сладости. Почему бы и не попробовать, например, космическую еду? Я не знаю, реально ли едят они в такой вот, как мы его тогда вот купили. Но выглядит неплохо. Сейчас так оказывалось, что они именно из тюбиков едят. Не знаю, видно или нет. Тут написано, красителей нет, консервантов нет, усилители вкусок и мошек. Ну да, у нас же фокус такой, он плохо себя ведет. У меня нет. А, да, Даша закрывает свое лицо и начинается все у нас работать. Окей. Сильно? Сильно, конечно. Космическое питание. Выглядит примерно так. Сейчас мы распакуем. Там есть в комплекте куча всего, плюс инструкция на русском языке, все дела-то поля. Изготовлено согласно ГОСТу. С чего начнем? Давай начинать ты с чего-то выбирай с своей стороны, а я ребятам расскажу вообще инструкцию. Мы, конечно, сегодня немножечко жульничаем и будем делать не по инструкции, потому что инструкция тут достаточно длинная. Итак, инструкция. Вытащите тубу из упаковки, при необходимости разогрейте. Видите, по необходимости. То есть, в принципе, мы просто греть ее не будем. Она воняет. Открутите колпачок, снимите его. Спиртовой салфеткой протрите горлышко, тубы и руки. То есть, ребят, если вы берете это с собой, можно, кстати, в поход с собой брать. Так, ну что, давай сделаем маленький отбокс, посмотрим, что тут много всего. Раз, два, господи иисусе. Бывает. Так, здесь, естественно, само содержимое, вот тут содержится оно холодное. Мы выдержали в холодильнике, но желательно это дело разогреть, потому что так оно вкуснее. Здесь есть ключ от сердца вашей дамы, на самом деле это ключ от... Это ключ от твоего сердца? Дай сюда. Что-то он холодный, дай его обратно. Точно, спасибо. В общем, этим ключом можно очень умно потом использовать, например, зубной пастой, чтобы вытягивать, выдавливать. Как-то оно, я видел, вставляется, по-моему, вот так. Просто сбоку, да. В общем, мы вставили и закручиваем это дело, тем самым не оставляя содержимого здесь неграма. Все в желудок. Все, как говорится, на благо космической старости. Главное, чтобы оно потом из желудка не пошло обратно. Здесь, я так понимаю, инструкция, то есть нам рассказывают, как что-то делать. Это у нас для еды. Термопакет. Это подогреватель беспламенный, компактный. Вот эта штукенция, она будет горячая, по идее, и сможет нагреть любую сторону. Я давай, может, кратенько расскажу ребятам, в чем тут, в принципе, фишка этих пакетов. Давай. В этот пакет наливается вода, и за счет... Господи, по-моему, термических реакций происходит нагрев вашей тубы. То есть, когда вы наливаете сюда воду, она нагревает тубу. Можно реально обжечься, когда вы заправляете. В общем... Лицо закрывая, не закрывая, но все равно ничего. О, смотрите. О, я буду сейчас рассказывать. Поместите тубу с едой в нижний кар... Тут есть два кармашка. Нижний и верхний. В верхний наливаете воду, и раскладываете эту штуку просто горизонтально, чтобы она лежала. И примерно за, ну, минут 10-15 ваша туба нагреется, и вы реально сможете что-то горяченькое. Део, и они... Деоинизированная водичка. Вот так вот выглядит водичка. Здесь она холодная, хорошая. Можно летом, например, так прислониться и заболеть. Ты идешь, достал из сумочки такой... Может быть, водички выпить так оторвал, выпил. Вообще хорошая штука, но это вода сугубо для пяти. То есть ты покушал и запил воду. У нас есть салфетка, чтобы продезинфицироваться, или, допустим, потом вытереть свое лицо. Там лечище. Водичка. Это заливается в пакетик. И... Слушай, может, холодная попробуем первая? Давай холодная. А почему бы нет? Так, ну что? Это что, с чего ты начал? Это... А я давай не буду тебе... Называется интрига года. Давай я не буду тебе показывать. А нечем раскладывать картонки. Она берет сразу и палит. Ну, это вот смысл женщин в этом, понимаешь? То есть никакой интриги, никакой загадки. Сказал мужчина, который мне откусил палец в одном из прошлых роликов. Ну как, видишь, палец у тебя на месте, значит, все в порядке. То есть все нормально. Почему? У меня нет пальца, ребята. Вот смотрите, пальца же нет. Так, смотри, значит, как мы это делаем. Кто когда-нибудь... Подожди, подожди, подожди. Давай мы будем... Не будем экспериментировать. Я предлагаю... Вот у нас есть здесь, ребята, тарелочка и почему-то три ложки. Ну ладно, три ложки, так три ложки. Я просто предполагаю, что она может сейчас вылиться. Да ничего не вылиться, сейчас нормально все будет. Окей, окей. Отведаем вкусного домашнего борщица. Давай на ложечку, ребята, пробуем. Ложка видна? Да, вот так, ставь ее. Шуля. Олеш, только не везем. Да я тебя так выдавлю от души. Знаешь, в детстве у нас у соседей была собачка. Фу. И когда она тоже бегала часто на улицу, вот примерно такое же... Фу, какой запах ужасный. Этот борщ, наверное, тут точно в космос мог улететь? Фу, Илон Маск, тебе бы такое не понравилось. Ребята. Нет, на самом деле он пахнет холодным борщом, который... Олеж, не надо больше. Борщицу не желаешь, как в школьной столовке. Ты, наверное, весь сок борщ... Это ты первая пробовала. Нет, ты первая. Я не буду первой. Почему я первая? Я не буду это пробовать. Давай на камень, ножницы, бумага. Это так нечестно. Мы сейчас делаем по уму, господа. Как и взрослые люди, да? Себе, когда я буду пробовать, я вот так сболтну. Вот ты плохой человек. Я понял. Подожди, давай все-таки... Подожди, но ты же знаешь, когда ешь салат, то, что на дне, это нектар богов. Здесь, в космопите, нектар богов находится вот в этой жиже. Ребят, я не хочу это... Хорошо, давайте, ребят, вы поддержите лайком, а я это выпью. Все лайк поставили. Так, я надеюсь, что я это не вернула. Олеж, я тебя очень сильно люблю, и вас, ребята, очень сильно люблю. Ваше здоровье. Жестко, да? Я вам хочу сказать, ребят, это не нектар богов, это жир. Это жир. Это вот эта верхняя прослойка, это получается жиро-жировая. Ребят, это жесть какая-то. Я понимаю, что Олег сидел хитро, и себе он решил такую вот однородную массу сделать. Но, честно говоря, тут очень просто жирный получился такой вот... Ну, короче, колбаска, которая плавала в жиру. Борщец должен быть наваристым. Не люблю, честно, ребят, сказать, я наоборот люблю более легкие... Блин, у меня вываливается. Сейчас я... Вот теперь, я когда все взболтнул, я готов продегустировать борщ. Давай, давай. Так, смотри. Значит, уникальный кадр. Олежка Брейн кушает борщецкий. Сейчас не будем, смотри. Да, ребята, это ни мне одно не повезло. Оно не очень аппетитно на вид. Да, я закрою, чтобы оно больше тут не пахло. Я бы показал вам, но я не знаю, видно вам или нет. В общем, вот здесь находится... Только не над микрофоном, пожалуйста. Да я понимаю, понимаю. Я бы думаю, показать пойти, что ли, как борщицу глядят. Нет, Олежа, ешь. Просто я думаю, что ребятам не будет очень аппетитно, хотя... Даже смотреть на это не буду. Нет. Он неплох, но для меня он лично очень жирный. И вонючий. Кто для тебя жирный? А, борщица? Да ладно. Не-не, я просто задумался о борще вкусном. Блин, если космонавты так летают, они... Видно, что там нет притяжения земного атмосферы и прочего. То есть можно жирного борща навернуть, тебе они все равно прибавят. Ничего, правильно? Действительно, все равно ноль. Логика. Практически. Эль, логика. В общем-то... Ну что? В общем-то, неплохо. Знаешь, я бы... А где он? А, вот он. Я потерял борщ. Сейчас. Ты еще хочешь борща? Да, я не распробовал. Понимаешь? Так вот, ты когда ешь борщ, вначале там жиденькая, да? Там капусточка в середине, а на дне что находится? Правильно. Мясо. Значит, надо попробовать. Давайте посмотрим, кстати, ребят, тут есть состав... Да, мясо-голядина. На удивление, капуста, свекла столовая, картофель, морковь, лукрепчатый, масло подсолнечное, паста томатная, сахар, песок, лимонная кислота, перец черный, соль, вода. Чего? А, я понял, ты типа зачитала все это дело. В общем, оно вкусно. Я думал, оно выглядит очень не аппетитно. Запах не очень приятный. Нормальный запах. Причем, кстати, знаете, что, ребят, на удивление, учитывая, что мы его хранили в холодильнике, оно не холодное. Ну, по крайней мере, у меня оно было не холодное. Значит, вообще, в принципе, правильно, это кушать надо разогрев в специальном таком кармашке. Там оно будет горячее. Потом, собственно, ну, как обычно, полевые консервы, вот это все готовится, вот сухба и так далее. То есть, мы подогрели, покушали, и у нас горячий, вкусный борщинский. Предлагаю следующий с моей стороны взять. О, тебе должно понравиться, ребята, супчик гороховый. Ты любишь гороховый суп? А что, по мне не видно, что ли? Не, ну, в смысле, конечно, люблю. Как я могу не любить гороховый суп? У нас тут состав, в принципе, тот же самый. То есть, у нас есть картонка. Слушай, а ты активировать эту штуку можешь? В смысле активировать? Ну, в смысле, пакетик этот, что-то горячий. Ребята, я боюсь не почувствовать тепло этого пакетика. Ребята, ну, вы же должны почувствовать тепло. Мы же чувствуем тепло. Почувствовать тепло. Так, у нас тут раз-два, ну, как обычно, ключик. Сердце, правда, ниже? Где-то. Все, видишь? В смысле, меня как-то зовут, как шелкурочка. Так, ну что, ребята? А эта дырка для чего? Здесь бы... Илон Маск, технологии не стоят на месте. Смотри, классно. Ну, хорошо, ребята. Я понял. Фишка... Ты пей не пробуешь? Да, конечно. Значит, это палец в картонке. Палец в картонке не относится к этому ролику. Просто немножко идиотизма надо же добавить. Ну что, ты готов? Давай. Желательно ложечку. Понял. Желательно. Че, твою? Твою большую, маленькую. Давай сделаем это красиво. Делаем вот здесь вот. Так, ребят, если что-то разольется... Ты могла взболтать это или нет? Я вообще-то только что делала. Фу, это уже не песик, ех. Это еще хуже на вид, чем то. Ты знаешь, когда в детском садике уже дети все поели... Олежа, ну можно без ассоциации? Давай мы все съедим, а потом будешь в своей ассоциации. И там потом... Спасибо. Это что вообще? Блин, я не хотел, конечно, никогда быть космонавтом. Просто если так кормят... Давай, Олежка, космонавт. А что это там белое такое? Шевелится или уже нет? Нет, там что-то есть. Может, надо через призму этого посмотреть. Лежи раз, зажмурься и пей. Они все так плохо, как кажется. Да? Ну сейчас я буду пробовать. Давай ты мне надави, пожалуйста. Только немножечко. Надавить тебя? Надави мне, пожалуйста. Шевелится, давай сегодня романтический ужин у нас сделаем. Давай, я тут надо... Суп гороховый. Вот если вы не знаете, как, допустим, будет... К даме вашего сердца подступиться, да. Да, вот совет от настоящих труппикаперов. Делается все просто. Покупайте сначала гороховый суп, потом покупайте... Если нет денег на ресторан, но ты хочешь удивить... А что-то оно стоит не дешево. Нет, ну смотри, ресторан сейчас стоит дороже. Но если ты хочешь удивить девушку... Своди ее Макдак. Ладно, давай субцедовый нам. Да. Только немножко, я тебя прошу, а то у меня уже... Я чуть-чуть, я уже чуть-чуть тебе дал. Господи, ребята, посмотрите, он мне полную ножку налил. Да нормально, представь, что это вот очень вкусно. Оно действительно вкусно, знаешь, оно... Это тот случай, когда еда не выглядит аппетитно, но она приятная на вкус. Ну как? Сегодня я сплю в другой комнате, да? Ой. Знаете, ребята, действительно мозг как-то не... Ну ты видишь, она реально как жижа такая, не очень приятная выглядит. Но на вкус... Вкусно. Тем более, учитывая, что мы холодненькое кушаем, мне кажется, что... Гороховый супец. Что в составе? Давай посмотрим. Мясо свинины, горох, лук репчатый, морковь столовая, любовь, масло подсолнечное, картофель, соль пищевая. Там что, Любу перемололи? Сушеная вода еще есть. Люба там? Там есть Люба, да. Возможно образование бульонного осадка, 12 месяцев, в общем, оно хранится. Вообще прикольно, ты знаешь, если бы это было еще во времена универа или школки, можно было бы спокойно брать тюбик с собой. Здесь питатель... Тут даже не то, что во времена универа и школки учитывается, но эта штука не ешовая. Ее можно в дорогу с собой брать, в машине элементарно. Вот будем ехать куда-нибудь за границу, возьмем обязательно с собой космическое питание. Гороховый супец, да? Ты думаешь, тормознут? Я буду стоять во время проверки на таможенном супцом. Это что у вас, это гороховый суп, уважаемый? Ну что, ничего не понимаете? Вы куда отправляетесь? На дальние путешествия? Вы на своем, как говорится, борту? Вы на своем? Своими силами лететь хотите? Или все-таки воспользуетесь авиалиниями нашими? Действительно. Так, что у нас осталось? Тонкий юмор какой, а? Так, что? Нет, 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 нет. Подожди, а у тебя что? У меня мясной пюре. Давай сладенькое что-нибудь. Нет, я не хочу сейчас микшевать. Микшевать. Не знаю пюрешка. Не знаю пюре. Они, говорю, выглядят все вот так. Это не весь ассортимент. Там еще есть, по-моему, курага. Не все было, у нас есть сладкого нет. Вот это курага. Спасибо. Лицо закрыли, все работает нормально. Вот такие вот дела. Космическая питательница. Все, можно убрать. Давай, как будто я голодный космонавт. Галишь же, она же с чем-то упаковку порвала. Ты разгрызгла зубами ее. Спокойно. Спокойно. О, тут что-то есть. А, это то же самое. То же самое. Мясное пюрешка. Сейчас оценим мясное пюре. А где третье? А третье осталось. Значит, космическое питание. Суп гороха. Выбыл? На шуле решила тоже пойти, выговориться все тяжкие, да? Борщец мы попробуем. Нет, оно вкусно реально. Давай, открывай. Я уже хочу отмучиться, ребят. Это действительно, оно... Оно прикольное. Но когда ты... Например, оно холодное. Да нормально сейчас все будет. Нет, ну я предполагаю, что если оно холодное, неплохое. Да, я как раз специально голодное сели. Слушай, а давай экстрим. Я прям в рот выдам. Нет, давай я первое попробую. Прям в рот. Нет, Олеша, давай. Я выдавлю прям в рот. Не надо, можно я сначала попробую? Я сначала не делаю этого. Я сделаю это. Я выдавлю прям в рот этот прекрасный мясный суп. Олежа, моя ложка не пустит тебя. Вот эту, давай маленькую, чтобы не переедать. Да, желаю. А то сейчас перекушаем все действительно, ребят. Только немножечко, я тебя очень прошу. Давай, родненький, давай, пошел, пошел, ёп. Боже, как... Фу, Олеша. Ты знаешь? Нет, не знаешь. И не надо знать. Это, господа мои, мясное пюрешко. На вид оно выглядит так, как будто это пюре... Я не хочу это есть. ... уже пережило, наверное, Петра Первого. При царе это пюре, небось, сделали, да? Лежим, можно и это? Давай ты не будешь никакой реакции делать. Я сейчас выдавлю свою ложку, и мы заценим этот прекрасный суп. Точнее, это даже уже не суп, тут что-то более жесткое. А ты же видишь мое лицо. Есть тут мясо. Есть. Да. Мясо есть. Давайте посмотрим, что у нас тут за мясо. Ну, свинина, говядина, мук репчатый, морковь, масло подсолнечное, картофель, крупа, манная крупа, зелень укропа, перец черный, перец душистый, соль и вода. 200 калорий всего лишь. Я понял, на что это похоже. Это похоже, как будто кто-то за вас уже пожевал это пюре и запихал в тюбик. Вот, точная ассоциация. Господи ты, боже мой. Но еще не успел, как говорится, насладиться пюрешкой, но его забрали на пюре. Я делаю вид, что я абстрагируюсь от слуха, Лена. Вкусно, да? Отлично, ребят. Мы с вами продолжаем. У нас теперь будет свинина с овощами. Это интересно. Свининка с овощами? А чем она отличается от мясного пюре? Тут нет говядины. Кстати, подожди, давай состав. Спасибо. Я только что состав зачитала, вообще-то. Я наслаждался мясным пюре. У меня уши не работали в момент, когда работают другие рецепторы, понимаешь? Само собой. С мяса свинина. У нас у всех так. Мясо свинина, а не свинины, а мясо свинина. Я понял. Ну, гугл переводчик. Говядина, свинина, лук репчатый. То есть, в принципе, ешек здесь, как таковых, нет вообще, да? Ну, типа, да. Зато есть зеленый укропчик. Тубу в микроволновой печи. Понятное дело. И мобилки, кстати, тоже не заряжайте в микроволновке. Мы пробовали, это не очень хорошо было. Когда ты это делал? Так, я сейчас первый пробую. Готовься. А я уже начинаю это все чесаться. Ну, в смысле, нос чешется. Слушай, тебе идет тебе на такие очки купить. Кажется, мне немножко я хамелеончик. Так, давай не поживь по свою ложечку большую. Слушай, давай прям в рот, серьезно. Нет. Пока что будешь только... Ты взболтнула, надеюсь? Ну, да. Я еще... А давай вместе. Знаешь, какнуть. Как, ну, подходишь, какнуть, что вместе. Вместе выпьем, цианида не вернем, давай вместе, и все, и все, и то руль пьем. Это как Ромео и Джульетта, что ли? За твое здоровье. Фу, блядь. Извините, пожалуйста. Я не хотел так грубо, но оно похоже очень на какашку. Как будто мы реально какашки. Я не буду. Кушаем хорошие... Кушаем комменты. Пробуем комменты на вкус. Пока что напишут. Если все комменты были такие, как это пюре, то жизнь была бы лучше. Жизнь была бы лучше, да. Определенно. Слушай, на удивление, это мне нравится больше, чем то, что с говядиной. А что из этого мы открыли? Понятное дело. Все, мы уже все забыли. Можно еще немножко? Мне мало. Я мужчина, мне надо больше. Хороших комментов. Не так много, стоп! Я пока сейчас ребятам зачитаю, что у нас здесь было. Так. Свинина с овощами. Итак, у нас свинина, картофель, морковь, лук, репчатый масло подсолнечное, петрушка, сушеная, паста томатная, манная крупа, зимний укроп сушеный, перец черный молотый, соль и вода. Вырежь потом. Та-да-да-да! Я не буду ничего вырезать. В смысле? Не буду я ничего вырезать. Ну, я сразу два, как на вечеринках, знаешь? Ну да, как они пивасик любили в американских всяких комитиях. А нету пива, кстати, в тюбике? Ты не пьешь пива. В тюбике попробовал бы. Ну, само собой. Пиво для каплинафта. Блин, а гороховый суп? Слушай, а как они там, если это гороховый суп, ты в космосе? Есть ли у них проблемы с пищеварением? Ну, хороший вопрос, но не для этого видео, да? Да, ребят. Хотя вы напишите в комментариях, что вы думаете. Вообще-то ты открывал свои половинки. Вкусное и здоровое питание на каждый день. Прекрасно. Разработано совместно. Я возьму другую ложку, я не хочу сладкое с соленым путать. Выточили, это каша рисовая с курагой. Никогда не пробовал такое сочетание. Ты пробовала кашу рисовую с курагой? Я кашу с курагой. Ну, почему? Каша рисовая, вкусная. Здесь комплектация тоже самая, в принципе. Просто почему-то такое в коробочке? Ну, почему-то сделали. Наверное, знаешь, типа как бы мясные блюда и каши, супы идут в одной упаковке, а сладости, типа десерты, наверное, может быть. Типа покрасивее, да? Оригинальная рецептура 78-го года. Представляете, ребят? Нет, если так вкусно кормили, надо было в космонавта идти. Ты дырочку сделал? Мы бы взлетели бы со мной на шоке? Меня бы откидывали вместе с той частью ракеты, которая вниз идет, да, чтобы улететь. Я понял, шутка жесткая. Плохо ведет тебя. Но это же шутка, правильно? Ты дырочку забыл сделать, говорю тебе. Где половина? А, уже сделал. Фух. Это точно каша? Нет, не воняет. Давай я тоже одновременно давай. Фу, она ничем не пахнет. Самое страшное пробовать то... Подожди, у меня надо держать равновесие, тут ложка наполнена, непонятно. у меня на долготь упала. Это, знаешь, как будто собачка вот три дня не ходила и все-таки решилась. Так, ребят, ну, ваше здоровье. Я больше это есть не буду, да, я закрою этот ужас. Нет, ребят, самое худшее это именно сладость. Бля... Фу... Я вам хочу сказать, оно напоминает... Оно напоминает блевотину, я вам скажу. Нет, оно напоминает... Лично мне оно напоминает то, что я люблю меньше всего, это... Блевотину. Нет. Оно мне напоминает тыквенную кашу. Я, к сожалению, не любитель тыквы. И вот оно мне напоминает тыквенную кашу. Фу, оно еще тут разлилось, сейчас мы это все будем убирать. В общем, но пока что мы... Мне кажется, я уже настолько у меня все поднялось во мне, что я готов улететь. Ты уже готов лететь? Ну, а сначала мы должны, конечно же, обсудить, что мы тут съели. Что ты намусорила. Давай обсудим этот важный вопрос на этом ролике. Как будто тут вышло лишнее, понимаешь? Не важно, что в космос нельзя было, а вот вышло здесь. Олежа! Шулька, а вот так ты к окну подбежала. Меня немножечко подмучивает. Подмучивает совесть, потому что ты стол запачкала, да, ты видишь? Я понимаю, я все прекрасно понимаю. Только ключей с отцерденью. Тихо, 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 смотри, смотри. Давай, подожди, давай мы из тебя сделаем какого-нибудь чудика. В смысле, из меня чудика сделать? Могло так вставить. Мы уже и так, если мы попробовали такое, мы уже чудики в лице, в глазах. Давай-ка ты топ-5 любимых блюд. Топ-5 любимых блюд. Топ-5! Жареный картофель. А, это миссу вообще или про сегодня? Хорошо, я пошутил. Вот это тоже потом вырежем, наверное, может быть. Значит, вкусное все было, кроме вот этой последней. Ты знала, вот в завершение всегда надо подхизнуть, чем-то. Подожди, подожди, десерты обычно добавляют под конец. Эту кашу, в отличие от супов, уже точно кто-то ел, и, видимо, ему не понравилось, и поэтому они туда и добавили ее, понимаешь? Ладно. Борщец нормальный. Вот если борщец вот нормальный, я рекомендую. Борщец хороший, борщец можно есть, прям в себя вдавить. Ребята, только надо очень хорошо перемешать. Супго, это мы пробовали, кстати, они холодные все были, вообще, в идеале надо теплыми или горячими. Я тебе хочу сказать, что, по-моему, вот эту каку, что... А, кстати, состав, а мне интересно, какой состав-то? Может, тут реально такой... Состав, нет, ничего, все. Рис, сливки питьевые, курага, соль пищевая, сахар, песок и вода. Он очень сладкий, ребят, сладкий, то, что там вода есть, мы это поняли, потому что там плавало все в воде. Оно очень приторно-сладкое, и, честно говоря, кураги там не почувствуют. Короче, смотрите, давайте мы сделаем так. Борщ. Давай мы возьмем все это и все сразу в него. Не-не-не-не-не, Олежа, сейчас оно потом на стену. Ты без хайпа сегодня, да? Ты уже и так похайпил, без хайпа сегодня, да? Ты два взял в рот? Кого? Тюбика. А, да. Смотри, значит, у нас тут есть еще мясное пюрешко, оно тоже вкусное. В общем, рекомендую. Я его даже не закрыл. Это показатель того, что я его еще попробую. Свинина с овощами мне понравилась. Свинина с овощами. Все, что имеет в составе мяса, все, что это перемолв, оно все нормально, как бы. А вот то, что Даша больше что понравилось с курагой, мне не очень зашлось. Мне понравилось. Весь вечер Олег говорил, давай попробуем курагу быстрее, давай побыстрее, давай пусть будет курага первая. То у нас с тобой есть очень много дионизированной воды. А теперь давайте поиграем в игру, как много людей сможет сказать это слово, не запнувшись. Дионизированная вода? Да. Я думаю, что на сегодня, в принципе, наверное, хватит. Мы как бы попробовали. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Если вы хотите какие-то еще необычные штуки. Кстати, пишите, что необычного вы кушали. Обязательно. Ни в коем случае. Не пробуйте курагу. С чем? С чем там? С рисом? С чем-то. Рисовую кашу с курагой. Рисовую кашу с курагой. Можете купить своему там не другу какому-нибудь еще, кого там не любите. Учитель. Учитель. Я только хотела сказать. Например, попробовать. Она вас полюбит. Пятерки вам гарантированы, но не в этой школе. Всего хорошего. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok